На тестовый добавили Святого Рыцаря Сильвану, сильная переработка ван-ван. Фаша тоже получила серьезные изменения. В ранге будет получать больше защитных очков. Мур, привет друг, это Зверько и новостной выпуск 1.4.22. На тестовый добавили Святого Рыцаря Сильвану, обзор у меня на канале. Разработчики напоминают, что с 17 октября уже доступен облик на Чан-Э, цветочный эльф, за 749 алмазов. Также напоминают, что 22 октября выйдет модный облик на Франко, кошмар полей, за 749 алмазов. Изменения героев Сильная переработка ван-ван. Изменили расположение значков вокруг персонажа. Три перед ван-ван и один сзади. Попадание по значку наносит чистый урон от 2,5% вражеского хп и исцеляет хвостатую китаянку. Что-то вроде ослабленной версии Бесконечной Битвы. Когда она снимет все слабые места, цель замедляется на 60% на 1 секунду. После убийства, или помощи в убийстве, ван-ван получает баф на 3 секунды, ускоряя свою скорость атаки на 40%. Будет очень удобно использовать это в массовых замесах. Первый навык. Когда кунаи возвращаются к ван-ван, поразив дважды противника, накладывается стан. Стан недолгий, но можно сделать это массово. Ван-ван Ульта. Теперь, при использовании ульты, ван-ван будет невидимо, но пока это реализовано как неуязвимость. Скорее всего, баг и исправят. Кроме того, убивая цель ультой, она переключается на другую цель самостоятельно. Убрали финальный крит выстрела из ульты. А я считаю, отличное изменение. Теперь ван-ван внушает особенно неуязвимостью в ульте. Фаша тоже получила серьезные изменения. Первый навык. Перезарядка изменена с 11,7 на 8,6 секунд. Теперь другие навыки Фаши будут оглушать отмеченную цель на 1 секунду. До этого было обездвиживание. Изменена логика навыка. Теперь легче попасть во врага. Второй навык. Урон увеличен на 50 для всех уровней. Бонус магической атаки увеличен со 160 на 180%. А фактический радиус действия совпадает с отображаемым ульта. Удар с воздуха. Оптимизировали интервалы между ударами. Добавили небольшой перерыв. Теперь навык можно использовать 4 раза. Бонус магической атаки изменен с 160 на 180%. Пассивка. Скорость передвижения увеличена с 20% на 30%. Добавлена иконка, показывающая перезарядку пассивки. Из Фаши, на мой взгляд, вырисовывают что-то интересное. Отличная подвижность и сумма урона со всех навыков около 11 тысяч. Исправлена ошибка отображения Фаши, если она была убита после воскрешения Фарамисом. Маша. Первый навык. Уменьшили бонус к урону от хп противника. Минус 0,5% на всех уровнях. Ульта. Увеличили перезарядку на 6 секунд для всех уровней. Уменьшили урон по крипам и мобам с крита. У многих возникает вопрос. Почему же нерфят Машу? Сейчас объясню. СНГ комьюнити не умеют в тактику сплит пуша, где 4 игрока завязывают осторожный бой или чем-то занимают противника. А Маша в кратчайшие сроки сносит линию. Даже мифы с процентом побед 51-53 успешно начинают фидить и винить Машу в своих же смертях. Лишь потому, что не хватает то ли опыта, то ли мозгов увидеть эту тактику и реализовать. В Европе и Азии успешно используют тактику сплит пуша. Без обид, ребят, но это факт. Наши гоняются за киллами вместо выигрыша боя. Дальше. Бакси. Второй навык. Увеличили магический бонус с 80 до 120. А вот в ульте уменьшили магический бонус с 50 до 30%. Жаль, мне очень нравилось зажаривать противника. Теперь это будет сделать сложнее. Иксборг. Ульта. Уменьшили задержку перед повторным использованием ульты для взрыва. Селена. Вернули возможность использовать прибытие к ее ловушкам. Лолита. Изменили визуализацию ульты лолиты противника, чтобы было легче отличить врага. Фанни. Исправили проблему отображения удара торнадо и спецэффектов обликов. Ханза. Исправили проблему отображения кровавого демона на миникарте. Мартис. Исправили баг с нулевой маной. Роджер, Джонсон и Москов. Оптимизировали эффекты. В дополнительных навыках. Исцеление. Когда несколько игроков используют исцеление одновременно, они могут получить экстра исцеление один раз. Я редко бываю в режиме боя и не выдавался, что за экстра исцеление. Главное, пофиксили проблему, когда начинали тормозить устройство при использовании исцеления. В настройках появился выбор автонаведения на тех, у кого наименьшее хп в процентном значении. Мне на некоторых героях как раз этой настройки и не хватало. МВП, проигравший команды в ранге, будет получать больше защитных очков. Это хорошо. Оптимизировали пик в ранге, можно сразу показать желаемую линию. Теперь процент побед можно не показывать, когда желаешь тебе выбрать героя при пике героев. Когда игроки предлагают забанить героев, тот, кто выбирает, может нажать на уведомление и заблокировать предложенного героя. Удобно. А на этом все. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Пиши свои впечатления об обнове в комментариях. И увидимся в следующем видео. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok